Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Среди приоритетных направлений реформ системы здравоохранения является оказание неотложной помощи при неотложных состояниях, оказание помощи при родовспоможении и, конечно же, развитие, оказание медицинской помощи первичными семейными амбулаториями. Это их создание, их развитие и укрепление. И сегодня об опыте работы одной из семейных амбулаторий и проблемах, с которыми они сталкиваются, мы сегодня и поговорим, куда я и направляюсь и приглашаю вас. Семейная амбулатория Мы находимся в семейной амбулатории номер 8 и беседуем с Ларисой Ивановной Николаевой. Лариса Ивановна, скажите, пожалуйста, сколько времени прошло с открытия вот такого, на мой взгляд, знаменательного события на Намыве, как открытия семейной амбулатории, и можно ли за это время подвести какие-то итоги, что это дало населению и вам, врачам? Можно, бесспорно. Наша амбулатория открыта в ноябре 2013 года, обслуживает район, обслуживание, это микрорайон Намыв и Лески. В абсолютных цифрах мы обслуживаем население взрослой 18 902 человека, детского населения 3890 человек. Благодаря тому, что семейная амбулатория находится на территории проживания населения, у нас увеличилась амбулаторная посещаемость взрослого населения, и также и детей. Раннее обращение дает возможность в первые сутки или в первые часы уменьшить продолжительность болезни или уменьшить количество осложнений, которые вызывает эта болезнь. За период нашей работы можно отметить снижение заболеваемости на такой коварный недух, как инфаркт миокарда. Благодаря слаженной работе нашего коллектива и пилотному проекту, который проводился в нашей стране, когда больные на гипертоническую болезнь имели возможность получать лекарства бесплатно или с частичной оплатой препаратов. Также мы можем отметить уменьшение количества заболеваний на туберкулез в абсолютных числах, но из отрицательных моментов хочется отметить, что растет заболеваемость на мультирезистентный туберкулез. Но это не только в этом микрорайоне, это собственно тенденция повсеместная. Можно отметить, что работает пункт выдачи детского питания для малообеспеченных семей, которых на данный момент у нас 66. Это большое подспорье для этого контингента. Это бесспорно. Я считаю, что семейная амбулатория, которая расположена на территории обслуживания и проживания населения, она максимально несет приближенную помощь максимально к населению. К населению. Ну, наверное, чтобы подчеркнуть степень важности вашей информации, мы еще побеседовали с вашими пациентами, и вот что они говорят по этому поводу, по поводу и, собственно говоря, открытия, и функционирования семейной амбулатории на микрорайоне «Намыв». Скажите, пожалуйста, общественность «Намывного района», так можно сказать, принимала участие в ходатайстве об открытии семейной амбулатории? Ну, дело в том, что неодноразово обратились жители густонаселенного микрорайона «Намыв» до міської влади с тем, чтобы открыли ближе к местопроживанию лекарню. И тому в 2013 году было открыто семейную амбулаторию. Вот скажите, вы, опять же, житель этого микрорайона, что вы испытываете? Это дает какое-то основание для того, чтобы каждый человек почувствовал, что первая помощь приблизилась к пациенту? Я хочу сказать, прежде всего, это экономия времени. Так как поликлиника была на Фрунзе, экономия времени. Так как много людей по хилому веку могут не пользоваться транспортом, а прийти сюда, тут специалисты дадут квалификованную допомогу. Дуже качественный персонал. Я очень доволена. Вам приходится часто обращаться по проблемам вашего здоровья и ваших членов семьи? Да, могу сказать так. И до всех специалистов. То есть вы здесь находите ответы на все вопросы, которые связаны с вашим состоянием здоровья? Ну, прежде всего, тут сучасное обладнание, специалисты, которые качественно могут порадить, дать психологическую допомогу и фаховую медическую допомогу. То есть я очень доволена. И прежде всего, мне нравится, тут также есть физкабинет, то есть после заболевания можно также пройти процедуру, которую рекомендует лекарь. То есть можно реабилитационные мероприятия провести здесь по назначению врача, получить физиотерапевтическое лечение. И это, в общем-то, как-то сказывается, то, о чем вы говорите, и на траті времени, ну и, может быть, даже и в финансовом плане. Я очень доволена. И члены моей семьи, мы общаемся с жителями нашего района, они очень доволены. Прежде всего, хочется поблагодарить персоналу, заведующую лекарню, что не только фаховцы своей дела, но и толерантны люди, которые всегда придут на помощь, дадут квалифицированную медическую допомогу. Можно сказать, что гасло «Здоровье нации» – это не просто только пустые слова, а это в действии, в нашей семейной амбулаторе. Спасибо вам. Спасибо. Я желаю вам только здоровья и всем вашим родственникам и тем знакомым, которые принимали участие в открытии этой амбулатории. Лариса Ивановна, известное дело, что семейная амбулатория – это не только помещение, куда приходят наши пациенты, но это еще и сотрудники, это, собственно говоря, специалисты. И мы знаем, что, ну как медленно проходит, в общем-то, подготовка данного контингента специалистов. Я имею в виду семейных врачей. А вот как обстоят дела у вас? Как вы заполнили свой штат? И вы же обслуживаете 18 тысяч жителей. Это большая нагрузка. Да, бесспорно. На сегодняшний момент один из самых актуальных вопросов для семейной амбулатории – это кадры. Укомплектованность с врачами составляет 55,6%. И, пользуясь случаем, я приглашаю врачей, молодых специалистов приходить к нам на работу. В перспективе идет строительство жилья и обеспечение семейных врачей квартирами. Это будет муниципальное жилье? По всей видимости, так. Да, да. То есть по каким-то льготным вариантам для обеспечения или это бесплатное обеспечение вот этих молодых специалистов? Это бесплатное обеспечение жильем молодых специалистов, семейных врачей. То есть это большая мотивация. Я думаю, что молодые специалисты должны прислушаться к этому. Представьтесь, пожалуйста. Долганова Анна Сергеевна. Вы врач-интерн? Да, прохожу интернатуру. Какой год? Второй. Второй год. Вы в этом году заканчиваете? Да. В этом году, да? Да. Скажите, пожалуйста, вы определились уже в своей профессии? Вы проходите практику в семейной амбулатории. Скажите, пожалуйста, есть какие-то предпосылки, что вы с удовольствием придете в эту профессию и увеличите ряды семейных врачей, которых так ждет наше население? Да. Собираюсь остаться в этой амбулатории. Да? А вы вообще живете где? Я из Николаева. Николаева, да? Да. Ну, тем более, что нужно укреплять ряды. Как уже стало известно, что штаты укомплектованы чуть-чуть больше 50%. И это, кстати, перспектива, которая предоставляется молодым специалистам. Скажите, а что вас привлекает? Широкий диапазон знаний или все-таки какие-то другие нюансы? Вот именно в профессии семейного врача. Ну, как минимум, широкий диапазон знаний. Различные больные, всегда что-то новое. Ну что, я желаю вам успехов, чтобы вы пополнили ряды семейных врачей. Ну и я думаю, что от этого зависит и ваш успех, и дальнейший творческий рост. Спасибо большое. Желаю всего самого доброго. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие диагностические возможности семейной амбулатории? Ведь недостаточно врачу принять пациента, ему нужно назначить какие-то хотя бы минимум обследования. Как это обстоит у вас? В нашей амбулатории производится не только осмотр пациентов врачами, но и такие методы диагностики, как забор клинических анализов крови, УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, ЭКГ-аппарат мы имеем. Также у нас работают два врача-гинеколога для осмотра. Врач высшей категории Козулька Валентина Михайловна и молодой специалист Волк Екатерина Владимировна. Да, они занимаются не только профосмотрами для пациентов и по обращаемости с патологией? И лечением. Лечением, да, назначать. Ну вот скажите, ваши специалисты посмотрели, определились, скажите, какая схема взаимодействия, если есть необходимость все-таки дальнейшего лечения в стационарных условиях? Как решается этот вопрос? Ну, есть стационарные амбулаторные условия. Если недостаточно консультации семейного врача, то врач направляет на осмотр русскому специалисту, к невропатологам, к окулистам, к кардиологам и на более расширенные методы диагностики, это КТ, МРТ и другие биохимические анализы. Если пациенту необходима госпитализация, ургентное, допустим, инфарктное отделение или в хирургию БСМП, тогда вызывается карета скорой медицинской помощи и пациент госпитализируется. При плановой госпитализации мы направляем пациентов в кардиологическое и терапевтическое отделение 4-й горбольницы по месту жительства. Предварительно место согласовывается с заводделением, на который день, чтобы удобно было пациенту обратиться и быть тут же госпитализированным. Еще хочу отметить, что в нашей семейной амбулатории работает дневной стационар на 6 коек, которым лечатся наши пациенты. Это дает возможность сэкономить койко-дни в круглосуточном стационаре и не направлять пациента в круглосуточный стационар, а пролечить его по месту жительства. За прошлый год пролечено 391 пациент. То есть, если не показана госпитализация, больной имеет возможность пройти амбулаторно лечение, есть манипуляционный кабинет, есть дневной стационар, как вы сказали, и прокапаться, вот так как обычно, в общем-то, больные сами говорят. И, как я уже заметил, и есть еще физиотерапевтический кабинет, где больные тоже, это немаловажно, чтобы не ехать далеко, они могут здесь на месте получить физиолечение. Это тоже очень важно, особенно это для хроников, наверное, важно. Также здесь какой контингент, удельный вес хроников у вас? И не только для хроников, но и для пожилых людей и для детей. Удельный вес порядка 50%. 50%. Все-таки это большое количество людей, которые, в общем-то, нуждаются, во всяком случае, в этом лечении. Это очень хорошо. Там есть дежурная медсестра, которая занимается... В физкабинет у нас работают... Нет, нет, я в дневном стационаре, постоянно есть работник? Да, в дневном стационаре есть постоянный работник, который проводит манипуляции. И также у нас семейные медсестры, они также выполняют назначение специалистов. Лариса Ивановна, понятное дело, что социалистическая система здравоохранения, которой мы пользовались столько лет, она как бы в новых экономических условиях немножечко изжила себя. И сегодня понятны стремления каждого нового министра здравоохранения провести свои реформы. И вот эти реформы сегодня как бы уже стали явностью, что мы... уже проект существует, и они длительные. Скажите, пожалуйста, что вот хотелось бы сохранить? Семейный врач, это тот врач, который только сидит здесь в кабинете, или все-таки осуществляет вызыва на добы, как это было свойственно именно участковому врачу? Бесспорно, семейный врач ведет и амбулаторный прием, и осуществляет визит на дому. Преимущество семейного врача в том, что он знает семью и ведет эту семью с момента рождения ребенка до взрослого человека. Скажите, пожалуйста, ну микрорайон компактный, да, проживание наших как бы потенциальных пациентов. Скажите, пожалуйста, семейные врачи обеспечены транспортом вот по городу в плане вот посещения? Или они ходят пешком, как и прежде? Нет, семейные врачи ходят пешком. Лариса Ивановна, а если поступил вызов по поводу, допустим, гипертонического криза у пожилого человека, живущего в вашем микрорайоне, и семейный доктор приходит по этому вызову, и здесь параллельно оказываются проблемы у других членов семьи, он точно так же их обслуживает? Бесспорно, бесспорно обслуживает. Заполняется документ, да, в смысле медицинский, карточка, да. Заполняется амбулаторная карта, статталоны, ведется осмотр пациентов, все как положено. То есть доктор все равно не стеснен теми обстоятельствами, что вызвали к пожилому человеку с гипертонией, или ребенок школьного возраста, у него какие-то проблемки возникли, он тоже в состоянии оказать ему помощь. Бесспорно. Да, и если есть необходимость, то направить его по... К узким специалистам или на госпитализацию. Или на госпитализацию. То есть все эти вопросы решаемы, да. Да, теперь еще вот так. Наверное, сегодня любая наша система, любое учреждение здравоохранения, самым больным вопросом является источник финансирования. Если мы раньше все-таки зависели от госбюджета, то вот предстоящая реформа, или во всяком случае то, что предусмотрено проектом реформирования, здесь имеются в виду различные источники финансирования. Скажите, пожалуйста, это как-то отразится на системе именно по оказанию первичной медицинской помощи? Сложный вопрос. Хочу сказать, что до 2015 года финансирование осуществлялось с местного бюджета, а с 1 января 2015 года финансирование осуществляется с государственного бюджета. Но город не оставляет медицинские центры без финансовой поддержки. Особая благодарность депутатам городского совета за оказание материальной помощи на приобретение медицинского оборудования. И в этом году у нас еще выделены дополнительные средства с местного бюджета на детское питание и на приобретение медикаментов. Мы работаем со страховыми компаниями, но все зависит не от нас, а от населения, которое не застраховано. Мы готовы работать по новой системе. Ну да, система социального страхования у нас еще не отработана до конца. Хотя трудно сегодня говорить, что она будет отработана. Почему? Потому что все меньше существуют предприятий, которые, в общем-то, раньше были основой именно страховых вот этих полюсов. Скажите, пожалуйста, вот принято считать, что вот новый постулат, во всяком случае, министра Квитошвили, что деньги будут идти за пациентом, что мы не будем финансировать коечный фонд. Скажите, это дает какие-то приоритеты для врачей? Появится ли у них мотивация лучше работать? Вы как считаете? Я думаю, что мотивация у врача появится тогда, когда наши семейные амбулатории будут стопроцентно укомплектованы врачами. И когда не только врач будет нести ответственность за здоровье человека, но и сам пациент за него. Ну вот еще. Наверное, никого не должно сегодня шокировать, что мы должны оказывать медицинские услуги. И есть определенный перечень, на что пациент должен рассчитывать, что здесь ему окажут бесплатно, да, перевяжут палец, остановят кровотечение, сделают обезболивающее. И есть перечень услуг, за которые пациент будет платить. Вот скажите, это как-то будет отражаться на изменении условий работы именно семейной амбулатории и взаимоотношения с пациентами? Думаю, что нет. Что перечень оказания первичной медицинской помощи будет бесплатная. Вот. Но существует постановление Кабинета Министров Украины с 1996 года по оказанию платных услуг населения. Это имеется в виду профилактические осмотры, выдача справок на ношение оружия, водительского удостоверения. По этим расценкам с 2009 года работает наш центр. То есть у вас есть возможность, в общем-то, как бы зарабатывать деньги? Есть. Вот это выдача всех возможных лицензионных справок, да, о том, о чем вы говорите. Вот, собственно говоря, это как раз тот круг вопросов, которые предусмотрены именно нашей сегодняшней реформой здравоохранения. То есть четко население должно знать, что ряд медицинских услуг будет оказываться именно за деньги и именно будет разработана тарификация. И, наверное, это станет доступным для общественности, чтобы не было никаких сюрпризов. То есть я, другими словами, хочу сказать, что это не прихоть нас с вами, врачей, а это, собственно говоря, такие условия сегодня продиктованы экономической ситуацией. Лариса Ивановна, я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в нашей программе. Дело в том, что, безусловно, те реформы, они всегда проходят как-то болезненно для нас с вами, для всех лечебных учреждений. Но мы хотим надеяться, что они все-таки будут направлены на улучшение качества жизни нашего населения, да и нас с вами. Я хочу, чтобы вы в конце передачи обратились с пожеланием к нашим постоянным или потенциальным пациентам. Какие будут ваши пожелания? Пользуясь случаем, приглашаю жителей микрорайона Намыв, Лески для прохождения профилактических осмотров, диспансерных осмотров в нашу семейную амбулаторию, где к вашим услугам работает гинекологический кабинет, в котором работают прекрасные доктора, врач высшей категории Козулька Валентина Михайловна, молодой специалист Волк Екатерина Владимировна. Для прохождения флюорографического обследования приглашаю в центр на улицу Фрунзе, 58, часы работы флюорографа с 9 до 18.00. Наши специалисты всегда готовы вам оказать квалифицированную помощь. И в заключение хочу сказать, уважаемые жители микрорайона Намыв и Лески, будьте здоровы! Большое спасибо, Лариса Ивановна! С вами были Лариса Ивановна Николаева и ведущий Петр Зайцев. Я с вами прощаюсь, до свидания, до новых встреч, не болейте! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»